Приветствую вас! Прежде всего хочется сказать, что люди, которые заносят других людей в чёрный список, если это делается непосредственно по отношению к человеку, таким образом проявляют они не какое-то желание завершить отношения, общение или что-то вроде того, а они таким образом проявляют своё небезразличие как раз-таки, то есть им обидно, их что-то задевает, их что-то напрягает, их что-то расстраивает, раздражает, и по этой причине они используют чёрный список. Вот, таким образом они хотят именно показать какое-то отношение, они хотят таким образом именно выразить какие-то свои чувства, ну, через социальную сеть с точки зрения психологии, да? Вот, именно поэтому используют для этого чёрный список. Что касается претензий, то, как правило, самые претензии, если они начинаются вот так, как у вас, да, то есть, ну, внезапно, то самая претензия является результатом, следствием того, что в жизни человека произошли некоторые изменения, ну, какие-то изменения в жизни человека произошли. Вот, значит, что-то поменялось, вот, возможно, изменилось восприятие вас, то есть, человек стал по-другому смотреть на вас, на то, что связано именно с вами. Вот, либо у человека что-то произошло в жизни, и он проявляет это на вас в виде претензий. Вот, возможно, возможно, такая ситуация, когда человек как-то, ну, сближается, то есть, вот, ну, происходит сближение с вами, например. И человеку становится страшно. И начинаются претензии в том смысле, чтобы как-то вот отдалиться от вас, чтобы как-то защититься от вас. То есть, это происходит абсолютно на уровне неосознанном. Вот, то есть, это такой своего рода механизм защиты. Для того, чтобы не причинили боль какую-либо. Дальше. Так, ну, ведь, просто можно не брать трубку, пишите вы, не реагировать на смс, черный список, да зачем? Можно не реагировать, но в том случае, если это всё действительно не задевает. То есть, вы и правы в том смысле, что можно не реагировать. Но проблема в том, что человек, человек не может. Человек натурально не может не реагировать, потому что его задевает. Его задевает то, что происходит. Его задевает то, что вы делаете. Его задевает ваши сообщения, его задевает ваши смс и так далее. Вот. Знаете, какая штука? То есть, да, можно. Вы правы. Но только в том случае, если это не вызывает каких-то серьезных эмоций, серьезных чувств. А в случае, в случае с вашей знакомой, да, назовем ее так, ее это задевает. У нее это вызывает какие-то эмоции. И человек по человеку пытается себя защитить от них, от этих эмоций. Человек пытается себя защитить, огородиться. Понятно, что он бежит. Понятно, что он избегает. Понятно, что он, ну, как бы, во благо себе не делает таким образом ничего. Это понятно, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это абсолютно понятно. Но, тем не менее, тем не менее, то есть, тут, как бы, речь не идет о том, чтобы поступать как-то, там, правильно, да. Речь идет о том, чтобы поступать как-то верно. Речь идет о том, именно, чтобы, вот, просто получить то, что хочется, то, что нужно, то, что требуется и так далее. Не понимаю, бежите вы сама, потому что никогда так не поступаю, не хочу общаться открыто, или открыто говорю, или не беру трубку. Ну, опять же, это вы. И для меня не совсем понятно, почему вы судите людей по себе. Вот. То есть, как бы, вы поступаете так, это круто, это ваше благо, в принципе, вы молодец. В смысле, что вы выстраиваете, вы выстраиваете отношения, скажем так, более искренне. Вы выстраиваете отношения более непосредственно, вы выстраиваете отношения, ну, более, такие, крепкие, если угодно, если можно так выразиться. Вот. Но это вы. Знаете, это вы. А она, ваша знакомая, она другая, и она может выстраивать отношения по-другому. У нее, как бы, свой ресурс для выстраивания отношений, и вряд ли можно надеяться, вряд ли можно ждать. Вряд ли можно ждать того, что она будет вести себя, ну, так же, как вы. Вот. Это, это нереально. Абсолютно. Дальше идем. А вы пишите, ну, никогда, никогда уже потом не возвращают, если приняла решение не общаться. Ну, опять же, это, это ваше право, это ваша полиция, это ваш выбор, это ваше решение, оно не имеет ничего общего с тем, что делает ваша знакомая. Вначале случаи уже были, случаи не общения, но потом возобновляли, возобновлялись по ее захотению. Понимаете, аноним, здесь какая штука, вы, как будто бы, как будто бы, обвиняете человека в том, что так происходит, забывая при этом, забывая при этом, одну важную вещь. Что, без вашего желания, да, без вашего решения, вот, ничего бы не было. И что вы позволяете себе, позволяете себе возобновлять с ней отношения, общение, и позволяете ей возобновлять с вами общение. Для чего-то. То есть, здесь все-таки идет некий перенос ответственности в части собственной на нее, не на себя, на нее. То есть, вы говорите, что она возобновляет общение по собственному хотению, но есть же еще вы, и вы праве не возобновлять, а вы это делаете. Возникает вопрос, для чего, зачем? Мы две женщины, сорок плюс и пятьдесят, не подруги, но она мне очень помогла справиться со сложной жизненной ситуацией. И что вас содержит? Доверие, потребность в том, чтобы еще помогла, чувство вины, чувство благодарности, что вас содержит? Она, судя по всему, ждет от вас чего-то, что вы ей не даете. А вот хотелось бы понять, из черного списка уберет или, в принципе, если вносят люди, то обычно это конец общения. Нет, ну, слушайте, у вас уже были ситуации, когда она возобновляла общение, поэтому я думаю, что в этот раз она тоже общение возобновить, после того, как пройдет какое-то время, потому что у меня сложилось впечатление, что она в вас нуждается. Но, конечно, для более детальной информации, для более детального анализа нужно больше информации, больше материала. Вот. Я думаю, так. Скорее всего, она уберет из черного списка, потому что, еще раз повторю, внесение в черный список, это, по сути, отношение. Это проявление отношения. И, как любое проявление отношения, да, оно к чему-то приведет. То есть, это означает не безразличие, а не безразличие, ну, так или иначе ведет к человеку. То есть, все пути ведут к вам. Пока. Вот, если бы игнорировала, да, да, можно бы сказать, что, действительно, вот, может быть, на этом все. Или, если бы, вот, вы общались, 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 потом раз в черный список, и вот все, уже там два месяца, там три месяца в черный список. Первый раз. Первый. То-то да-да. Тогда можно говорить об этом. О том, что общение конец. А на данный момент это просто либо ее какие-то обиды, внутренние конфликты, либо попытка манипулировать. То есть, чтобы вы ощутили свою потребность в ней, чтобы вы унижались, чтобы вы делали то, что хочет она. Вот так. А... На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи, а сえて.